Подходит к концу еще один год плодотворной работы. Региональные парламентарии подводят итоги своей деятельности. Что удалось решить, чего достигнуть и к чему нужно стремиться, рассказал на пресс-конференции Игорь Брынцалов, председатель Московской областной думы. Обсуждение началось с социальных вопросов. Особый акцент законотворцы сделали на предоставление льгот. Все льготы, которые мы принимаем, они у нас адресные. И этот адресный перечень все время ищем возможность, как его наполнить дополнительными средствами. Поэтому в этом году принимались ряд законов. На них выделены серьезные деньги дополнительные. Если взять, например, четыре категории дополнительно на бесплатный проезд во всех видах транспорта, это 450, по-моему, 438 тысяч жителей дополнительно Московской области получили возможность ездить на всех видах транспорта. То есть, ну, четыре с лишним миллиарда рублей на это. Не обошли стороной новую мусорную реформу. В этом году с принятием в начале года закона о раздельном сборе мусора возникло немало сложностей. Московская область производит порядка 20% отходов в общероссийском объеме. 27 полигонов в регионе были закрыты. Сейчас будущее за новыми комплексами по переработке и захоронению отходов. Понятно, люди были против, но сейчас это новые рабочие места, это экономически оправданные проекты. Правда, они опять же из бюджета требовали затрат, потому что мы первые объекты строили за бюджетные счеты. Это 2-2,5 миллиарда рублей на каждый такой комплекс. Но это уже не запаха, не нанесение ущерба окружающей среде. Ну и вообще, как бы цивилизованный способ подхода к решению этой проблемы. Волновались журналистов и вопросы здравоохранения. Наболевшая тема – нехватка профессиональных кадров в муниципальных медицинских учреждениях. Да, нехватка кадров существует, особенно вот здесь, в городах рядом с Москвой. Просто как пылесос город вытягивает кадры. Это не только городская система здравоохранения, а это и медицинские центры, которые коммерчески еще больше платят. Человек уезжает. И что с этим можно, как это можно остановить? Мы уже и квартиры даем бесплатно, и так, и сяк, и так. Какие-то там средства выделяем на первоначальный, стартовый, как и в том числе в образовании молодым специалистам. Но вот это существует, налаживаем, ищем возможности. В регионе большое внимание уделяется решению проблем обманутых дольщиков. Так, в 2019 году ключи от квартир получили свыше 17 тысяч участников долевого строительства. В Мытищах сдан 17-й корпус в ЖК «Фродита». Также в ближайшее время планируется сдача корпусу номер 59 в ЖК «Академик-2». Это 25-этажный дом на 408 квартир. Владельцы ждали свое жилье с 2015 года. В следующем году в Московской области планируется выдать ключи 10,5 тысячам граждан. Это 79 домов. Среди них есть и объекты в городском округе Мытищи. Сдать объект планируется до конца второго квартала 2020-го. Мытища, насколько мне известно, один из лучших муниципалитетов, который активно выполняет свою дорожную карту. Понятно, что совместно с правительством без регионального бюджета и без этого взаимодействия невозможно. Но все зависит от муниципальной власти, от главы, от тех, кто этим непосредственно занимается, управление строительством и так далее. На хорошем счету муниципальное образование. Понятно, что все не решишь, как и в Московской области накопившиеся. С учетом принятого законодательства сейчас все жестко регламентируется. Всего, по словам Игоря Брынцалова, в 2019 году было проведено 32 заседания областного парламента. Принято 1152 постановления и 70 решений. В Госдуму внесено 4 законодательные инициативы. В 2020 году депутаты продолжат реализацию программы «Экология и охрана окружающей среды». Не оставят без внимания вопросы предоставления льгот. На этот раз это коснется детей-сирот. Также в регионе готовятся отпраздновать 75-летие победы в Великой Отечественной войне. К этому дню запланирован большой спектр мероприятий. Алла Сталаева, Денис Корнев, информационная программа «День».